Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем изучать 99-й псалом Бога в Духновенной Псалтире. В православной толковой Библии говорится об этом псалме. В еврейской, греческой и латинской Библиях этот псалом не имеет надписания имени автора. По близкой связи его содержания с предшествующими псалмами, начиная с предыдущего, его нужно считать написанным одновременно с последними, то есть во время царя Иосии. Но в действительности, это немножко трудно понять, почему такое объяснение в толковой Библии, Псалом имеет надписание в греческой септуагенте и в церковнославянском. Надписание в греческой септуагенте – псалом Давида «Хвалебный». И по-церковнославянски «Псалом Давиду во исповедание». И начало этого псалма, псалом сам по себе, он совсем маленький, это пять стихов. «Воскликните Богу вся земля». Ну, совершенно очевидно, речь идет не о планете, не в том смысле, что земля вскрикнула, а речь идет о людях, которые обитают на земле. Собственно говоря, собственное имя человека и есть земля. Потому что собственное имя человека – это Адам. Адам – это и нарицательное имя первого человека, и это нарицательное имя вообще всех людей. Адама. Так называется род глины, земли, почвы на востоке. Поэтому «Воскликните Богу вся земля» как раз и получается Адама, то есть весь мир людей должен воскликнуть перед Богом. Здесь как бы высказывается пожелание псалмопевца Давида. «Помяне Господи, царя Давида и всю крутость его». «Служите Господу с весельем, входите пред лице его с радостью». Мы часто с вами видим в Писании вот эти два слова – радость и веселье, веселье и радость, они стоят рядом. И более того, в книге «Второзаконие» сказано, что тот, кто не будет исполнять заповеди Божии с радостью и весельем, душа его истребится из народа, Господь его вообще прогонит с той земли, на которой он живет. Что это значит? То есть там речь идет о человеке, который исполняет заповеди, но без радости и без веселья. Как говорится, «Ни вольник, ни богомольник». Вот есть в русском народе такая пословица. Ну и немножко хочется сказать, о чем радость отличается от веселья, или веселье от радости. Радость – это более такое внутреннее состояние, а веселье – это внешнее проявление этого внутреннего состояния. И здесь, во втором стихе, внешнее проявление подставлено прежде. Служите Господу с весельем. И вторая позиция – входите пред лице его с радостью. Таким образом, как бы псалом этот учит нас, недостаточно иметь только внешнее проявление радости, веселья. Надо входить пред лице его с радостью. То есть ты, может быть, внешне рукоплещешь Господу при исполнении псалмов, там играешь на инструментах разных, как это было принято в одни царя Давида. Давид даже скакал перед Богом, исполнял такой танец, такую пластическую молитву. Но внешнее не всегда выражает внутреннее. А вот когда, значит, присутствует и внутреннее, и внешнее, и одно соответствует другому, то есть радость и веселье, это как бы нормально. «Знайте, что Господь, Он есть Бог наш». Ну, немножко непонятная постановка вопроса. «Знайте, что Господь, Он есть Бог наш». А кто же тогда Господь, если не Бог? Это очень, это такой непонятный текст. И в Писании встречается несколько раз, там, «Господь есть Бог». А мы и так знаем, что Господь есть Бог. О чем это? Вот здесь как раз надо вспоминать концепцию имен Бога, о чем я тут же достаточно часто вам говорю, объясняю. «Господь» означает миру божественного милосердия, если, конечно, только можно его как-то измерить. А слово «Бог» является выражением божественной правосудности. Это видно на еврейском языке. «Господь» — это четырехбуквенное имя. В еврейской традиции непроизносимое. Оно транслитерируется в Синодальной Библии, как и Иегова. Но более правильная транслитерация — это все-таки Яхве. А Бог, по-еврейски это «элогим» — это мера именно божественной правосудности. Что тогда у нас получается? «Знайте, что Господь, то есть милосердный, он есть Бог, судья наш». Тогда действительно осмысленно. То есть «знайте, что тот, который Господь милосердный, он же есть и судья над нами». То есть суд Божий будет не без милости. А если не учитывать особенности этих двух имен, то текст лишен всякого смысла. «Знайте, что Господь, он есть Бог наш». И так понятно, что если Господь, то Бог, а если Бог, то Господь. «Он сотворил нас, а не мы. Мы же народ Его, и овцы паствы Его». Действительно, Он имеет право быть судьей над нами, и Он проявляет милосердие по отношению к нам не случайно. Мы Его творение. Что это значит? С одной стороны, по праву Творца, Он единственный собственник над нами. А так как Он творец человека в полном смысле, Он и как любящий Отец, который проявляет отеческую заботу о всем сотворенном. Четвертый стих. «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с песнопениями, славьте Его, хвалите имя Его». Дворы Господни – это, конечно же, христианские церкви, храмы, монастыри, часовни. И мы с радостным чувством всегда должны входить в эти места прославления Бога. И пятый стих, как бы, объяснение, в чем заключается вот эта необходимость входить во врата Его со словословием, с песнопениями, а выше с радостью и весельем. «Ибо благ Господь, вовек милость Его, и в рот и рот истина Его». То есть Он – благ. Что значит Он – благ? Мы и так знаем, как Христос сказал, «Никто не благ, как только Господь Бог». То есть благ имеется в виду добр в абсолютном понимании этого слова. «Благ» – это благостен, самодостаточен в абсолютном понимании этого слова. И, будучи благим, Он изливает свои блага, нетварные божественные энергии, на рот человеческий. «Ибо благ Господь, именно Господь, здесь это именно предлагается как норма, выражающая милосердие, вовек милость Его, и в рот родов истина Его». В рот родов, то есть из поколения в поколение. То есть Бог наставляет не только нас, Он наставляет и наших потомков, наших детей, из рода в рот, проявляя свою заботу о народе своем. Субтитры создавал DimaTorzok